Друзья, мы стоим около Балтийского судоремонтного завода. Адрес Копли 101, город Таллин. И вот посмотрите, какое старое, древнее сооружение, конструкция. Какая интереснейшая тут архитектура. Более подробно мы обязательно вам расскажем о ней. А сейчас пойдем в это здание на водонапорную башню. Сегодня уникальный день, когда открыты две водонапорные башни в Таллине. И можно туда прийти, пофотографировать, поснимать. То есть пускают абсолютно всех. Ну, выпускать такой шанс было бы с нашей стороны подлинным кощунством. Поэтому пойдемте вместе с вами и посмотрим. И поснимаем, и увидим то, что внутри. Те места, куда в обычное время и обычным людям просто не попасть. Пойдемте. Меня зовут Тетпорва. И я местный житель этого района. Тетпорва. И скажите, вы представляете только район наш? Или каким-то образом имеете отношение к водонапорным башням? Сегодня я покажу башню, сколько можно. И говорю, что если вы хотите, что там было, что там было. Это съесть и может быть что будет. Сколько примерно человек сегодня пришло? Кроме вас сегодня было 78 человек, 16 ребенок и 3 волосы. Послушайте, чудесное помещение. Очень похоже на какой-то средневековый замок. Даже не верится. И что самое интересное, я, будучи жителем этого района, проживший здесь больше 12 лет, никогда не знал и даже не думал о том, что здесь может быть водонапорка. Со стороны смотришь, великолепная архитектура и представление о неком заводе. Что на самом деле так оно и есть, потому что здесь судоремонтный завод всегда располагался. Но то, что здесь еще и водонапорная башня, об этом просто даже представить было невозможно. Она как бы так замаскирована. Так что со стороны смотришь, какая-то вроде бы башня, какая-то пристройка есть. Но то, что это водонапорная башня, знает очень мало людей в Таллине. Вот так. Теперь больше. Теперь больше, потому что знание о том, что здесь водонапорка прибавилось минимум у 78 взрослых и 16 детей. Сегодня вот так. Плюс мы. Еще картины кто-то забыл. Ребята, кто-то забыл картины на фоне этой красотищи. Представляете себе, пришел художник, фотограф пришел, притащил свои картины. Увидел это, ахнул, все забыл и ушел. Вот так. Понимаете? Здесь вообще, здесь видно все побережье. Видно побережье Палиосаары. Это полуостров Таллинский. Видна такая картина, которую можно только себе представить, если ты не находишься здесь. Вот это все, будучи там внизу, будучи на уровне маленьких муравьишек, отсюда кажется, что люди похожи на каких-то муравьев по размеру. Можно только представить, как здесь прекрасно. То есть тут море. Здесь виден судоремонтный завод, куда, между прочим, обычному человеку, обычному люду непросто попасть. Потому что пропускной режим, все очень строго, все почти секретно. Город в городе. Да, город в городе. И мы сейчас видим там дальше трубу, довольно высотную, вот из города ее не видно. Мы можем увидеть еще одну трубу, да, это то, что, собственно говоря, видно. И вот обратите внимание, дальше там тоже водонапорка, она старая, она не работает сейчас, не рабочая. Вот, но там тоже прекрасно, я вам скажу, несмотря на разруху и разрушение. Несколько лет назад мне довелось туда прийти, когда там были выбиты двери, можно было зайти любому. Я думаю, даже сделать нехорошие вещи, да, вот. Но я всегда только хорошие вещи делаю. Так что я просто поднялся наверх, посмотрел, восхитился. И вот был этот восторг, который сейчас, наверное, пожалуй, повторился. Потому что видишь город, видишь ту часть города, пых я Таллин, северный Таллин, таким, какой он есть на самом деле. То есть тот, который ты только представляешь, думаешь, что он, наверное, таким есть, когда ты ходишь внизу. А на самом деле, когда ты возвысишься, да, посмотришь сверху, то ты увидишь, что все на самом деле значительно лучше и прекрасней, чем ты думал изначально. Вот. И теперь мы зашли на другую сторону башни. Здесь, похоже, аналогичная площадка. Вид. Ну, что-то вы уже успели посмотреть. А эту часть, извините, я в Таллине, проживший 43 года, вижу сам впервые. Честно, да. Так что, просто удивительно для меня. Вы не представляете, какие сейчас ощущения переполняют меня. То есть здесь мы видим сейчас порт. Балтийский судоремонтный завод. Да, он работает и жив поныне. Слава богу, не скончался. Более того, набирает обороты. А водонапорка находится в здании морской академии нынешней. Четыре года назад морская академия переехала вот в это здание, где мы сейчас с вами находимся. На фотографии, вот здесь тоже мы видим снимки, да. То есть большое спасибо людям, нашим предкам, которые сто лет назад сфотографировали, запечатлели для нас таким, как выглядел тогда город. И вот, допустим, возьмем вот эту сфотографию, потому что она не распространена в это место. Конечно, здесь измерялось многое. И вот здесь, вот, поднимание, стоит дом. Значит, этот дом принадлежал не другу господину Гавринину, который и был хозяином этой территории. То есть он был вот этим вот таким мужиком, самым плохим здесь. Интересно, что чуть дальше отсюда видно лишь крыша, тоже такой пристройки, такой башни. Так вот, характерно, что она была полностью из стекла и высотой в три этажа. Этакая, знаете, по форме, ну, обсерватория, наверное. И он в самом низу, у него была столовая, он там сидел, кушал, смотрел на все, как в аквариум, да, или как из аквариума рыба, да. Но он чувствовал, что он самый крутой, самый главный, и ему все вот это видно. Он мог подняться на третий этаж и оттуда посмотреть, что происходит в его владении, в его хозяйствах. А перемещался из дома к своим рабочим местам, делал обход всей территории, он исключительно по морю. То есть у него было свое небольшое судно, ну, наверное, яхта некая, да. И он вот проводил такую инспекцию, вот, такой Гаврилов был. И вот интересно, что здесь раньше, оказывается, судя по фотографиям, по снимкам, здесь была прямо настоящая огромная дубовая роща. Осталось этих дубов всего, ну, где-то штук шесть, не больше, остальные выкорчевали. И после разровняли возвышенности горы, которые были там, сделали этакую равнину. Ну, это видно по фотографиям, что вот, допустим, сможет ли оператор передать, но, если мы посмотрим на линию горизонта, и чуть ниже, то видно, что там строения, которые стоят на возвышенности. А если мы увидим это в реальности, то есть нашими глазами, глазами нашей современности, то увидим, что там другие уже совсем строения, и они стоят на равнине на такой, то есть линия горизонта чуть выше, чем на этих снимках. И сейчас рука моя держит лестницу, винтовую лестницу, которая стоит здесь уже сто лет. Сейчас, к сожалению, использовать ее невозможно, потому что состояние у нее близкое к аварийному, но в случае каких-то экстренных ситуаций, если очень нужно, подняться можно, в общем. Железо, конечно, руку кладешь, чувствуешь. Это не алюминий, не Китай, это настоящее эстонское железо. Ребята, мы хотели, честно, мы старались для вас снять еще и вторую башню, на которую еще был малюсенький шанс успеть, но нет, не успели. Автобус, ждали автобус, пропустили, может быть, какие-то 5-10 минут, и, к сожалению, не сможем вам показать изнутри вот эту чудесную водонапорную башню, которая находится в самом центре Таллина, совсем рядом от места, где стоял раньше бронзовый солдат в Таллине, и которого сейчас перенесли на 2 километра в другую сторону. Вот, так вот, эта башня совсем здесь рядом. Вот она, вот эта башня, это чудо, это величие ее, могущество, но, к сожалению, оно недоступно сейчас нам и, соответственно, вам. Но мы обязательно попадем, обязательно попадем сюда в следующий раз, как только сможем это сделать, как договоримся с людьми, которые здесь, туда-сюда, слушай, еще Хермахер всем управляют, вот так. А если посмотреть рядом, что находится с этой башней, то мы обнаружим, что архитектура здесь просто располагает к тому, чтобы вы отодрали свои задницы, купили билет в Таллин и приехали, увидели это своими глазами. Посмотрите, какие великолепные у нас здесь еще башни, да? Вот башня и замок, а напротив второй замок, вот в этом замке, между прочим, находится посольство Латвийской Республики. Хотя не всегда оно было здесь и совершенно никакого отношения к данному нашему сегодняшнему репортажу не имеет, потому что мы говорим о водонапорных башнях. В Таллине их, наверное, штук 10, может быть, больше, но вот некоторые скрытые, многие не работают сейчас, то есть они не функционируют как башни, как, например, кстати, и вот та башня, на которой мы сегодня с вами побывали, именно как водонапорная башня, она уже не работает, уже не существует, но зато осталась как памятник архитектуры. Что с этой башней? Это, счет поделись, загадка, которую мы так сегодня и не раскрыли, жаль. Это, знаете, вот такое чувство, как будто что-то делаешь, готовишься и на самом интересном месте кайф-то обламывается. Вот так же и у нас сегодня с этой башней. Вот такая она, недоделанная нами осталась. Но ничего, мы ее обязательно доделаем, в ближайшее время свяжемся, договоримся, ну, может, не в ближайшее время, но договоримся. И обязательно побываем там внутри, коли уж туда людей пускали, коли уж в эту субботу они туда ходили, значит, и мы туда попадем. Пусть не в эту субботу, но обязательно попадем. А вы знаете, что мы в любую башню пролезем без мыла. Так что ждите. Так что, друзья, не успели мы сегодня сделать полностью весь репортаж о водонапорках Таллина. Простите нас, пожалуйста, за это, но все-таки подпишитесь на наш канал, ставьте норовули и будьте с нами. Потому что этот репортаж о водонапорках у нас уже в планах. Мы обязательно снимем его и сделаем для вас отличнейший крутой репортаж. Вскоре. Не могу обещать точно, что вот прямо на следующей неделе или через две или через месяц, но обязательно сделаем. Вы не представляете себе, сколько у нас тут происходит движухи. Мы просто разрываемся. Мы не успеваем все снять. Ну нет, снять-то мы успеваем, а вот обработать с этим небольшие проблемы есть. Просто проблемы с структурой времени. Но мы все сделаем. Так что будьте с нами. И самое интересное уж мы вам точно покажем. Субтитры сделал DimaTorzok